В эфире служба новостей Саров-24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. В Центре культуры и досуга вне прошел торжественный вечер ко дню российской науки. Макеты, рисунки и социальная реклама. В молодежном центре наградили победителей конкурса красный, желтый, зеленый. Главное спортивное событие зимы. В 14-й раз жители нашего города присоединились к акции «Лыжня России». Далее расскажем обо всем подробно. Праздник новаторских идей, открытий и знаний, подаренных учеными. 8 февраля в нашей стране отмечается День российской науки. Поздравления в этот день принимают ученые и все, кто связан с различными исследованиями. В Центре культуры и досуга вне прошел торжественный вечер, посвященный профессиональному празднику научных сотрудников. Дата празднования 8 февраля не случайная. Именно в этот день, в 1724 году, по указу Петра I, была образована Российская Академия Наук. Наша страна стала первопроходцем в разработке учений о биосфере. Первая в мире запустила искусственный спутник Земли. В кратчайшие сроки создала бомбу, которая в советское время оказала большое влияние на политическую ситуацию в мире. Сегодня разработки в атомной отрасли играют ключевую роль в научной сфере России. Поэтому День Российской Науки можно по праву назвать профессиональным праздником каждого сотрудника ВНЕФ. Мы в первую очередь чествуем теоретиков, математиков, научных сотрудников, тех людей, которые занимаются разработкой идей и реализацией этих идей. Благодаря развитию атомного проекта Российская Наука в свое время совершила большой скачок вперед. Были получены уникальные результаты, которые позволили сделать прорыв во многих направлениях. Появились новые дисциплины – суперкомпьютерные и лазерные технологии, ядерная медицина. Значимый вклад во все эти достижения внесли сотрудники и нашего института. КБ-11, затем ядерный центр. И мы по праву гордимся теми результатами, которые были получены нашими предшественниками, отцами-основателями нашего ядерного центра, нашими специалистами, которые трудятся и продолжают трудиться сегодня в ядерном центре. Весь вечер в адрес всех сидящих в зале звучали теплые слова и поздравления. Приятным сюрпризом стало выступление гостей из Санкт-Петербурга. Сегодня в России поддержки науки уделяют приоритетное внимание. Потому что именно от ученых зависит не только экономический рост страны, но и качество жизни каждого человека. Мария Ирунич, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. И этот и другие репортажи вы можете посмотреть в любое время на нашем канале в Ютубе. К другим новостям. В Сарове участились кражи из продовольственных магазинов. Преступники проносят мимо кассы в основном продукты и дорогой алкоголь. Устанавливают личности похитителей довольно быстро с помощью записей с камер видеонаблюдения. Чем еще запомнилась минувшая неделя сотрудникам правопорядка, расскажем в следующем репортаже. На минувшей неделе сотрудники ГИБДД зафиксировали 11 ДТП, а в трех пострадали люди. Одно из них произошло на перекрестке улиц Павлика Морозова и Чкалова. Водитель Toyota RAV4 не уступил дорогу автомобилю Ford. В результате чего совершил столкновение еще с двумя автомобилями «Фиат» и «Кеа». У него самый главный удар пришелся в правый борт, а сам он сидел слева. А вот эти вот машины «Фиат», микроавтобус и «Кеа» он зацепил уже по касателям. То есть он выезжал со второй-пятистепенной дороги, «Фиат» двигался справа от него, а навстречу ему двигались «Кеа», вернее «Фиат», который уже остановился, микроавтобус и «Кеа». В результате ДТП водительница Ford получила ушибы головы и после осмотра врачом была отпущена домой. Еще одно ДТП произошло на пересечении улиц Зернова и Маяковского. Женщина, управляющая «Кеа» Рио, не уступила дорогу автомобилю «Лада Гранта». В результате ДТП пассажиры автомашины «Лада Гранта» женщины 63-го года рождения и женщины 41-го года рождения получили телесные повреждения в виде ушиба одна правой голени, вторая левой голени. И после осмотра врачом КБ-50 были отпущены домой. На перекрестке улиц Московской и Зернова водитель «Шевроле», поворачивая налево, не уступил дорогу «Лада Приора». В результате столкновения пассажирка «Лады» ушибла голову и сломала кисти обеих рук. Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. В Сарове установят памятник Алексею Сахарова. Такое решение было принято на заседании Оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 100-летию великого ученого-физика. Всего в рамках торжеств будет проведено более сотни различных мероприятий. Также предполагается издание книги, создание экспозиции в Музее ядерного оружия. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В Центре поддержки предпринимательства проведут налоговый ликбез. 12 февраля там пройдет семинар на тему «Налог на прибыль». Налог на имущество организации с учетом последних изменений. Исчисление и уплата авансовых платежей по транспортному и земельному налогам. Начало в 10 часов. В роли ведущей выступит старший преподаватель Привозского института повышения квалификации ФНС России Ольга Чаодаева. Записаться на семинар можно по телефону 9-9263. Центр поддержки предпринимательства работает по адресу проспект Октябрьский, дом 13. В САРФТИ пройдут тренировочные тестирования по единому госэкзамену. 23 марта все желающие смогут попробовать свои силы в биологии, химии, обществознании и базовой математике. А всего тестирования пройдут по 9 предметам. Заявки на участие в пробном ЕГЭ будут принимать до 1 марта в 402 кабинете Саровского физтеха. Более подробная информация по телефону 3-9258. Плавцы из Сарова успешно выступили на областных соревнованиях. Воспитанники спортивной школы кар представили наш город в Кубке Нижегородской области по плаванию, который прошел в Дзержинске. Артем Романов на дистанции 50 метров в Баттерфляйм стал бронзовым призером Кубка. Он и Алексей Захаров по результатам соревнований отобрались на чемпионат и первенство Привозского федерального округа, которое пройдет в Саранске с 17 по 21 февраля. Спортсменов подготовили тренеры Роман Розенков, Виктория Шалыгина и Евгений Чувашлев. Акварель, гуаш и роспись по ткани. В художественной галерее открылась новая выставка картин. В экспозиции «Рука об руку» представлена работа супругов Ивана и Светланы Ворожейкиных. Любимые жанры нижегородских живописцев – натюрморты и пейзажи. Подробности в следующем репортаже. На этой выставке как никогда чувствуется, насколько разные подходы к одному и тому же материалу. Даже в семье, где живут два творческих человека, и это большая редкость, кстати. 140 картин, выполненных в графических и декоративно-прикладных техниках. В художественной галерее открылась выставка «Рука об руку» нижегородских художников Ивана и Светланы Ворожейкиных. На первом этаже расположились картины Ивана Ворожейкина. С работами живописца-соровчанья знакомы с 2016 года. Мастер работает в технике акварель – любимый жанр пейзаж. Здесь мы встречаем акварель классическую, внутри акварели тоже есть разные приемы, разные техники. И на выставке как раз зрители увидят, что и в технике по сырому, и в технике лисировки художник работает прекрасно. Встретит знаменитые ворожейкинские березки, которые здесь на многих работах присутствуют. На втором этаже висят картины Светланы Ворожейкиной. В экспозиции представлены работы сразу в трех техниках – акварель, гуашь и батик. Гуашь и Светлана делают небольшие зарисовки русской провинциальной жизни. Акварелью предпочитает рисовать натюрморты, а на ткани создает цветочные композиции. Светлана Васильевна в совершенстве владеет техникой холодного именно батика. Там много разных разновидностей. Если прийти к нам, мы приглашаем на экскурсии, мы все расскажем. И будет понятно, как бы раскрывается и сложность техники, и какой-то колорит, который использует художник. И целая тема, которая на выставке представлена – это времена года. Выставка в художественной галерее продлится до 18 марта. Творческая встреча с авторами картин состоится в начале марта. Художники проведут для саровчан мастер-класс. Более подробную информацию можно получить по телефону 702-87. Ирина Вышегородцева, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Макеты дорог и машин, рисунки и социальная реклама. В конкурсе по профилактике детского травматизма «Красный, желтый и зеленый» приняли участие воспитанники детских садов, учреждений дополнительного образования и школьники. Всего экспертная комиссия оценивала около 100 творческих работ. На торжественной церемонии награждения победителей побывала наша съемочная группа. Как безопасно и беззаботно кататься на велосипедах, самокатах и других средствах передвижения. Об этом в своем видео «Засветись» рассказал участник конкурса «Красный, желтый и зеленый» Вадим Санкин. Идея создания ролика у мальчика появилась давно. Особое внимание в нем Вадим уделил использованию защитной экипировки и световозвращателей. За ролик мальчику вручили грамоту за третье место. Я очень рад, что я участвовала в этих соревнованиях, занял призовое место и в следующий раз хочу занять первое место. Третье место в номинации «Декоративно-прикладное и техническое творчество» заняла работа Маши Николаевой. На суд жюри она представила макет «Перекрестка». Над ним девочка трудилась около месяца, а помогала ей в этом мама. Я искала вот такие штучки, а мама печатала специальные отражающие элементы и рисовала вот такие вот узоры. А я нашла звездочки, которые отражают свет. И мы вместе сделали с ней вот такое вот, вот таких человечков. В конкурсе приняли участие воспитанники детских садов, ученики школы и учреждений дополнительного образования. Всего было представлено около ста работ. В нескольких номинациях – макеты участка дороги, декоративно-прикладное и техническое творчество, социальная реклама «Засветись». Ребята проявили все свое мастерство и создавали подделки из пластилина, цветной бумаги, картона, ткани и подручных материалов. Все это очень хорошо, очень поощрительно с целью познания вот детьми вот этого мира, мира дорожного движения, для того, чтобы как-то себя утвердить в роли участника дорожного движения, вроде пешехода, будущего водителя, может быть сначала велосипеда, потом уже автомобили или мотоцикла, для того, чтобы получить первоначальные знания о мобильности передвижения, трансферсов, об опасности, которая заключается на дороге, таит себе дорога, ну и получить первоначальные знания. Победителям конкурса вручили дипломы, сладкие подарки и светоотражающие элементы на одежду. Ирина Вашегородцева, Евгений Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24. Все на лыжню. В 14-й раз Саров присоединился к главному зимнему событию страны. В ежегодном спортивном празднике приняли участие воспитанники детских садов, школьники, студенты средних и высших учебных заведений города, а также представители различных организаций и предприятий. Все желающие могли пробежать на лыжах 500 метров, 1 километр и символическую дистанцию 2 километра 20 метров. На протяжении нескольких десятилетий лыжня России объединяет поклонников одного из самых популярных и массовых видов спорта. В Сарове зимние забеги на лыжах проводятся 14 лет. С каждым годом этот праздник становится все более значимым событием в спортивной жизни саровчан. Мне понравилось, потому что я уже не первый раз участвую тут, а тут дистанция такая хорошая. Встречаю много друзей и весело самое главное. Праздник понравился, лыжня хорошая. Прокатились с большим удовольствием. Ежегодная лыжня России в Сарове собирает более 5000 участников. Традиционно в ней принимают участие воспитанники детских садов, школьники, студенты, военнослужащие и все те, кто любит этот зимний вид спорта. Для каждой возрастной группы организаторы подготовили свою дистанцию 500 метров, 1 километр и 2 километра 20 метров. Сегодня они все стартовали по новому кругу, который мы приобрели благодаря реконструкции лыжной базы. Раньше мы бежали, тоже огибая лесок. Теперь это еще один наш кусочек тренировочной роллерной трассы. В принципе, горожане сейчас без проблем могут кататься на этом куске, мы его накатываем. Ну и вот ребята сегодня бежали именно эту дистанцию. Сразу после того, как малыши закончили лыжный забег, состоялась торжественная церемония открытия лыжней России. С напутственными словами и теплыми пожеланиями горожанам обратились представители городской думы и администрации. Пока есть снег, пока есть мороз, пользуйтесь этой возможностью, катайтесь на лыжах, занимайтесь зимними видами, хорошего теплостроения и побед на лыжне. С праздником! После церемонии открытия на старт вышли депутаты городской думы, сотрудники администрации, директора и руководители различных предприятий. Завершился праздник массовым забегом саровчан. На финише всех участников ждали вкусные пироги, чай и памятные призы. Ирина Вышегородцева, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова